Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, хочешь не хочешь, а приходится делать еще один апдейт по Бавовне, которая произошла позавчера в Луганске, потому что она, оказывается, была мега крутой, и количество, и самое главное, качество пораженных целей просто поражает и изумляет. Пораженных поражает, неважно, вы меня поняли. Знаешь, смотрите, я уже рассказывал, что там прихлопнули какую-то часть комплекса, С-300, либо С-400, это так и есть. Но не было указано вот чего. Да, и то, что там разбили военное училище со спецами ГРУ, это тоже я уже говорил, то есть там как минимум 26,02, более 23,00. Об этом я уже рассказывал, был ролик, два ролика, это третий. Но не учли самого главного, то, что там было отминусовано. Ну, просто, как говорится, эти сведения приходят позже, и приходится их потом договаривать. Значит, смотрите, есть уже видео, которое показало, что там разбита еще одна очень качественная вещь. Кстати, видео в описании к данному ролику. Вот, и это комплекс РЛС Небо-М. Это огромная, огромная дура, которая в состоянии отслеживать баллистические, аэробаллистические цели на расстоянии до 600 километров и на беспредельную высоту. То есть там, ну, она спутники может отслеживать. Вот, и вести одновременно до 200 целей, чтобы вы понимали. Это передвижная штукенция, радиостанция такая. Кому интересно, можете посмотреть в Википедии. Вот, но это передвижная радиостанция, извините меня, да, РЛС, радиолокационная станция. Не та, что передает, а та, что принимает сигнал, да. Вот, радиолокационная станция, которая, в общем-то, на которую они надеялись очень сильно в следствии того, что наши начали выбивать один за одним комплексы С-300 и С-400, и их РЛСы не справлялись. И, видимо, они таким образом рассчитывали отлавливать американские вот эти Атакамсы. Я так раз речь идет о баллистических ракетах, но продон 1996 года образца. Ну, вот так вот, на секундочку. Что же касается этой радиостанции, то, во-первых, их там на вооружении у российцев, ну, буквально там по пальцам можно пересчитать. Не знаю, только одной рукой или двух рук. Значит, их прототип построен в 2012 году, первый. Принято на вооружение в 2017 году. Строить их долго и жутко дорого. Ну, такие вещи, я вам скажу, но минимальная цена, которая у них может быть, это 100 миллионов долларов. На самом деле, конечно, больше, но никто не знает, никто же не признается. И количество их тоже неизвестно. Еще раз говорю, единицы. И вот то, что они одну из них приволокли в Луганск, это говорит о двух вещах. Первое, отчаяние, они просто не знают, что им делать. И второе, это значит, то, что вообще-то им больше нечем обнаруживать подобного рода цели. Все остальное, что называется, файлы по-английски. То есть, как это сказать, облажалось, по-другому не скажешь. То есть, они рассчитывали на это не БМ, что вот таким вот образом она в кооперации с С-300 или с С-400 даст вот такой-такой эхвект. Эхвект дала, сгорела. Да, сгорела, на видео это все хорошо видно. Удар пришел за четко по ней. И, собственно говоря, от нее остались воспоминания. И горечь поражения у расистов. Потому что, еще раз говорю, воссоздать такую вещь, ну, меньше, чем за год, конечно, невозможно новую построить. Это при условии, что нет никаких санкций, что все идет погладка. Это очень сложная, очень большая вещь. Вот так что, ребятки, вот иногда приходится по три раза делать апдейты, но это же приятно, друзья мои. Это же шикарно, когда уничтожается такой вот расистский пепелац. Все будут Украина.